МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О самом интересном и важном в Нижегородском регионе расскажут журналисты областных телекомпаний. Смотрите в выпуске новостей губернии. В Нижнем Новгороде пройдет ярмарка трудоустройства. Волонтеры Победы прибрались на территории мемориалов воинских захоронений. Фестиваль «Золотая хохлома» и съезд малых городов прошли в Семенове. Найти работу мечты станет проще. Более 10 тысяч вакансий предложат работодатели на ярмарке трудоустройства от строительной отрасли до медицины. Федеральный этап ярмарки пройдет сразу на двух площадках в кадровом центре работы России и на площади Маркина. Ярмарка будет работать с 10 утра до 16 часов вечера, 28 июня. Безусловно, бум Нижегородской области – это рабочие специальности. Четверть всех вакансий, представленных по Нижегородской области – это предприятия, обрабатывающие промышленности. Конечно же, это они. Конечно же, это строительство. Конечно же, это же медицина и педагоги. Вот четыре пласта, на которых мы держимся. Акция по уборке мемориала воинских захоронений провели волонтеры Победы. На кладбище Марьиной Рощи добровольцы собирали мусор и приводили в порядок памятники. Работа будет продолжена. Благоустройство памятных мест очень важно для нашего будущего поколения, для того, чтобы мы давали пример нашим подрастающим деткам, и не забывали про благодарность тем, кто защищал нашу жизнь и сейчас нам позволяет находиться над мирным небом над головой. Это правильно, это здорово. И приглашаем других участников, горожан, жителей Нижего Новгорода, также помогать и участвовать в этой доброй акции. Здравствуйте, люди! Здравствуйте, люди! Здравствуйте! Фестиваль «Золотая хохлома» собрал мастеров и любителей народных художественных промыслов. Посуду, сувениры, шали, ручная вышивка и многое другое. Мы приехали из Чкаловска, с центра бремен, села со своей выставкой. Нам очень нравится сама атмосфера, люди, которые живут в Семенове, все очень чудесно, замечательно. Я не успеваю фотографировать, смотреть, любоваться. Прям замечательно, нам очень нравится. Посуда вот даже, да, те же кружева, это все так здорово, если честно. Но хочется, чтобы это все вернулось в жизнь, вместо вот этой пластмассы было все натуральное, красивое. Наши земляки делают своими руками, сохраняют то, что делали наши предки, сохраняют, перерождают, делают иногда еще что-то интереснее. Но, в первую очередь, это ручной труд. Ручной труд ни одного поколения. Один из мастеров, работающий на фабрике «Хохломская роспись», работает уже в седьмом поколении. На фабрике «Хохломская роспись» – мастер-классы. Наталья Бочкарева работает тут всю жизнь. Рассказывает, художники могут использовать любые рисунки. Главное, чтобы они были вплетены в традиционный хохломской орнамент. Золото, черный, красный, желтый и зеленый. Все, что другие цвета, это уже не традиция. Мы можем рисовать и бабочки, и птицы. Сейчас пошла коллекция эволюции с волками, с лисами, медведями, лосями. В художественном цеху настоящий концерт. Сударенья, барыня, баба, барыня, баба, барыня. Барыня, да сударенья, барыня. Мне кажется, нет ничего более близкого, наверное, нашему человеку, как русская народная песня. Поэтому, конечно, и мы с воодушевлением пели в таком месте, и слушатели, я думаю, с удовольствием послушали. Одновременно здесь, в Семенове, подвели итоги третьего съезда малых городов. Это уникальный формат обмена опытом, культура, туризм, патриотическое воспитание для стран, идея которого родилась в Нижегородской области. Молодежь у нас как самая динамичная, они очень быстро начнут реализовывать те цели, которые и те задачи, которые сами для себя сформулировали. Они правильные, они направлены на развитие отношений, на развитие дружественных связей в экономике, в культуре, в образовании. Я так считаю, что уже прямо сегодня началась подготовка к следующему съезду, к четвертому съезду малых городов. Это будет подготовка к подписанию соглашений между нашими молодыми парламентариями. Это будет изучение, опыт работы, продумать о стратегии развития именно сельских территорий. Участники съезда успели попасть на фестиваль, а гости из Белоруссии выступили с творческими номерами и представили свои товары на ярмарке. Служба информации Нина Цума, Алексей Завылов. Ну в таких условиях и служба с комфортом. Диспетчерская комната приема пищи, отдыха, раздевалка, полное техническое обеспечение. Выделили новую, надежную технику. Это уже 80% за, как говорится, успешное выполнение задач. Урал проверенный, конечно, это надежная, очень надежная техника. Мы знаем уже, у нас водители все-все опробовали, проверили. Сейчас еще новые, которые в состав пришел, научились. Очень рады, довольны. Говорят, что техника очень надежная. Часть современнейшая. Часть, начиная от внешнего вида, прекрасно выглядеть, здесь, заканчивая, оснащена всем необходимым пожарно-спасательным оборудованием. Прекрасные новые автомобили получены, обученный личный состав, весь необходимый аварийно-спасательный и гидравлический инструмент. Все присутствует, все есть в этой части. Ну, естественно, конечно же, в части созданы все необходимые условия для того, чтобы личный состав этой части прекрасно чувствовал себя и ни в чем не нуждался при несении боевого дежурства. Вот так выглядит новая пожарно-спасательная часть в Большеболдинском округе в селе Новая Слобода. Охват сразу нескольких населенных пунктов с населением около 2000 человек. Подобные пожарно-спасательные части появляются благодаря совместной инициативе Нижегородского правительства и Главному управлению МЧС России по регионам. У нас больше 60 надо построить на ближайшее будущее. Ну, какое ближайшее? Ну, вот каждый год мы строим по 4-5. Вот в этом году будем строить 5. Первая задача всех органов власти – сбережение народа. Ну, конечно, правительство уделяет этому первостепенному значению. Теперь служебные выезды станут куда более оперативными. Служба информации Константин Герлинг, Сергей Щеплягин, Ренат Бикбаев. Лаборатории нового Нижегородского центра биологизации АПК работают на стыке агротехнологии и медицины. Главная задача центра – внедрить на наших сельхозпредприятиях биопрепараты, чтобы как можно меньше пестицидов, антибиотиков, словом, всякой химии. Работа в лаборатории поделена на 4 основных этапа. Начинается, разумеется, с первичной обработки образцов, но уже реальная исследовательская работа начинается во второй. Рабочая зона, здесь повсюду центрифуги, микроцентрифуги – это зона молекулярно-генетических исследований. Именно здесь выясняется, есть ли патологический ген в образце. Дальше обнаруженные патологические гены размножают для определения заболевания. Тот же принцип, что и у знакомых нам ПЦР-тестов. Разработаны схемы опытов, и эти опыты уже закладываются просто в хозяйствах руками. Мы вписываем биопрепараты, причем таким образом, чтобы биопрепараты, добавленные в баковую смесь, работали, чтобы они не погибли от той химии, которая совместно с ними может применяться. И это только одна лаборатория, в центре их несколько. Основали все специалисты Приволжского медицинского исследовательского университета. Они же нашли способ заранее диагностировать лейкоз крупного рогатого скота. Создание центра поддержал Нижегородский научно-образовательный центр при поддержке правительства области в партнерстве с Инагра и филиалом Россельхознадзора. Правительство в данном случае, в данном проекте выступает как, по сути, инвестор данного проекта, потому что для региона проект более чем значимый. Проект, который позволяет повысить продовольственную безопасность. И в данном случае регион является как раз тем, кто выделяет средства. Задачи перед собой Центр биологизации ставит амбициозный. Мониторинг, консультирование, лабораторные анализы, исследование, обучение, приемам биологизации. В перспективе оставить применение химию только там, где без нее не обойтись. Мы создали коллектив, мы оснастили специализированные лаборатории, мы сформировали технологии и обучили наших сотрудников. Мы привлекли нижегородские предприятия, которые раньше работали только на здравоохранение, к выпуску изделий, необходимых для сельского хозяйства. Что касается молекулярно-генетической лаборатории, через год по первому экспериментальному урожаю специалисты определят эффективность биопрепаратов. Их протестируют на 18 предприятиях Нижегородской области. Служба информации Никита Григорьев, Илья Денисов.